Еще вчера рынок США показал уверенный рост. Все главные индексы закрылись в плюсах. Кроме того, сегодня рынок получил очень важные отчеты по индексу инфляции и личным доходам и расходам. Мы видим, что потребительские доходы снизились меньше, чем это было прогнозировано, но в то же время расходы не выросли. А это тоже положительная тенденция. Все это может провоцировать дальнейший рост фондового рынка Соединенных Штатов. Вчерашние торги продолжили картину, о которой мы говорили ранее. Курс одного из важнейших индексов S&P500 достиг отметки 4266 пункта. А это – высший показатель за всю неделю. Но все же отметим, что это лишь индекс технологий сумел выйти на новые максимумы года. То есть кроме NASDAQ, главные индексы пока не вышли из коррекционного диапазона, но на это у них есть все шансы. Ведь прогнозируется, что индекс S&P500 будет торговаться выше отметки 4 280 пунктов сегодня вечером. А в понедельник мы увидим новую реализацию рынка. А вот рост доллара, судя по всему, на данный момент остановлен, но может продолжиться с новой силой. Особенно после поступления сегодняшних новых данных по индексу инфляции в США. А они, как мы уже упоминали выше, оказались более чем комфортными для инвесторов. Пока же на торгах в пятницу индекс USDX, демонстрирующий положение доллара по отношению к корзине шести мировых валют, торговался по курсу 91.70, а ценовой диапазон проходит в районе значения 91.30 – 92.50. Именно в этом коридоре индекс американской валюты и продолжит торговаться сегодня, а также в азиатскую сессию понедельника. Курс пары USDCAD проходил на уровне 1.2300, пока канадский доллар остановился в диапазоне от 1.2250 до 1.2350. Дело в том, что на данный момент два влияющих на него фактора пришли в равновесие. С одной стороны, высокие цены на нефть выше 70 долларов работают на укрепление канадца, а с другой – сигналы на рост инфляции в США укрепляют доллар США. И, соответственно, давят в сторону снижения канадского доллара. Как долго пара продержится в таком положении, точно сказать трудно, но пока что мы видим удерживающийся баланс. Как мы вчера и прогнозировали, биткоину не удалось подняться выше стоимости в 36 тысяч долларов, а сегодня его цена еще и снизилась до уровня в 32 800 долларов. Что же это значит? Аналитики считают, что сигналы крипторынка остаются медвежьими, несмотря на отскок главной криптовалюты до 34 тысяч долларов после падения до 28 800 долларов. Поэтому нам пока рано говорить о возобновлении роста, хотя долгосрочные и среднесрочные прогнозы направлены на повышение цены главной криптовалюты. До выхода следующих каких-либо важных новостей по биткоину, и эта криптовалюта будет торговаться ниже уровня в 33 или 33 500 долларов. На этом мы заканчиваем наш обзор. Посмотрим, как рынок США закроет эту неделю. Интересно, хватит ли главным индексам сил для выхода на новые максимумы? Сегодняшние данные по уровню доходов и расходов граждан США в целом оказались лучше прогнозов, поэтому индексы однозначно попробуют взять очередные максимумы. Надолго ли это продлится?